здравствуйте мои любимые телезрители на моем замечательном канале афонтова да я очень люблю и конечно мои подписчики на канале голова садовая сегодняшняя тема хосты вы знаете вот угоразила мою сестру младшую подарить мне 10 хост ну она ими занимается у нее огромная коллекция ну вот когда у тебя появилась здесь тебе что хочется еще десять правильно потому что сзади домика теперь будет чудесный сад и хосты это изумительное украшение но я часто очень слышу от вас одно и то же вот купила посадила хоста она не растет уже четыре года сидит на одном месте чё делать ну что делать что делать надо просто знать о них хоть немножко их надо знать ну а для того чтобы знать надо читать не хотите читать тогда слушайте внимательно посмотрите пожалуйста какое богатство для каждой женщины да и не важно мне кажется и мужчины также любят цветы это же просто ну не знаю хочется сидеть одному где-нибудь в уголочке и читать там что написано рассматривать корешки здесь есть голубые здесь есть с белым краем есть желтой середины и полосами есть просто бело-желтые есть гигант вот она она метр высоту и метр двадцать это метр почти вот так вот такой огромный куст даже представить себе трудно и высота вот такая это же просто обалдеть значит а и что вы должны запомнить если вы покупаете хосту вы должны обратить внимание какой у нее цвет листьев если листья вот такие либо вот такие либо просто темно-зеленые но очень красивые там и края волнистые цветы белые сиреневые розовые вот если у вас три цвета голубой зеленый и темно-зеленый значит этим хостом на половину дня нужно практически или кружевная тень или полная тень иначе они так хороши не будут если на листьях хосты есть белые полосы есть желтые пятна а уж тем более если они вот так выглядят но этот вариант еще обговорим значит если они вот такие вот да такие то тогда им нужно чтобы очень интересно запоминайте с утра было солнце в обед 3-4 часа тень а вечером опять солнце а вот если хоста имеет белый цвет желто белый то есть там полное отсутствие хлорофилловых клеток тогда нужно чтобы она была на солнце но рядом росли высокорослые цветы которые иногда ее будут так как бы прикрывать своей кружевной тенью невысокой и ненадолго вот тогда они будут себя хорошо чувствовать вот хосты сказать кстати они очень оригинальные они ну не боятся холода им какие-то специальные укрытия противопоказаны лапника бросьте ну и все и ничего такого возни с ними ну кормить и поливать разумеется надо потому что вы же понимаете же да красота от чего зависит и почва должна быть очень там жирненькой с перегнойчиком и поливка должна быть регулярной но то что они сделают ваш участок изумительно красивым и по-царски просто шикарным это однозначно открывая пакеты с упаковками этих замечательных корневищ там всегда как правило одно как правило у него у растения есть носик есть корни они подстрижены и когда вы будете сажать в горшок вот здесь посажена уже посмотрите вы должны помнить что расположить корни нужно вот так зонтиком вот почему посажена хвоста потому что проснулась она уже и ей надо в горшок вот и все посадить правильно на холмик вот и все всего доброго и до свидания